Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондуум рынки, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, заглянем в 4 моих портфеля. Напомню, что инвестирую через брокера Открытия, у меня там российские активы. У меня есть 2 брокерских счета в Тинькофф, на ИС у меня американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды, ну и также у меня есть криптокошелек на бирже Binance. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали! Снова неприятности у норильского никеля. Вот буквально только что бумаги компании упали на 5% после объявления сроков запуска родников. Компания объявила о снижении производственной программы в 2021 году, а также о планах по запуску затопленных родников в течение аж 3-4 месяцев. Акционеры разочарованы сроками восстановления. Ранее компания объявила, что намерена восстановить работу на роднике Октябрьский во второй половине апреля в начале мая, но работы по запуску родника Таймырский начнутся в начале июня и продлятся около месяца. Более того, компания предупредила, что срок восстановления добычи на родниках может оказаться дольше запланирован. Суммарный объем добычи на этих объектах компании составляет 9,3 миллиона тонн руды в год, но и они дают большой процент вообще выработки всего норильского никеля. Напомню, что родники Октябрьский и Таймырский были частично закрыты с 25 февраля из-за проникновения грунтовых вод по оценкам аналитиков добычи никеля, меди, палладия и прочих металлов обеспечивал около половины всей годовой выручки норильского никеля. Большой скандал происходит с вакциной от коронавируса от компании AstraZeneca, это разработка британо-шведских ученых. Ну и побочные эффекты обнаружены, тромбы головного мозга, довольно серьезные последствия. Я почитал, там статистика по большому счету пустяшная, там на несколько миллионов привитых людей всего лишь около 40 случаев вот таких вот серьезных летальных исходов. То есть по большому счету плюсы от вакцины все равно перевешивают, минусы, ну то есть процент людей, у кого возникает побочка, очень невелик. Но вместе с тем большинство стран Евросоюза очень негативно реагируют на эту информацию и многие стали отказываться от данной вакцины. Ну и на сегодняшний день, как мы видим, приостановили использование Исландия, Норвегия, Шведская, Швеция, Ирландия, Португалия, Испания, Франция, Германия, Австрия, Италия, Литва, Болгария и Кипр. Ну то есть значительная часть Евросоюза. Остальные пока продолжают прививаться, но вполне возможно тоже могут последовать примеру. Я вот когда все это читаю и слышу, думаю, а так ли хороша российская вакцина и всю ли правду нам о ней говорят. Понятно, что если речь идет о европейских продуктах, там любой побочный эффект, разумеется, тут же будет обсуждаться, вся эта информация не будет скрываться. Будет ли подобное с российскими вакцинами, в частности со спутником и не будут ли от нас что-то утаивать, у меня лично такой уверенности нет. Сегодня вычислил, что в России резко обвалился уровень одобрения кредитов, именно ипотечных кредитов. Сейчас он находится на 4-летнем минимуме. По итогам февраля было одобрено лишь 63,8% кредитных заявок. Аналитики это связывают с тем, что по мере увеличения предложения банки стали более серьезно оценивать риски невозврата задолженности. То есть времена сейчас тяжелые, люди могут терять работу и многие ее теряют, разумеется, расходы увеличиваются у людей, доходы сокращаются. Ну и в этой связи банки начали перестраховываться, так что льготная ипотека, она мало того, что подняла стоимость жилья, но и она еще стала менее доступна. Ну и любопытная информация. Блумберг узнал о планах масштабного повышения налогов в США. Оно может стать самым значительным за 28 лет, пишет агентство. В частности, предполагается повысить налог для корпораций, подоходный налог для граждан с доходами от 400 тысяч долларов. Ну понятно, что речь идет о довольно богатых людях, но смотрите, американцы тоже, собственно, не видят других возможностей для того, чтобы покрывать бюджетный дефицит. Они совсем недавно выделили огромное бабло на помощь экономике. Разумеется, эти деньги потом откуда-то надо брать, их надо как-то компенсировать, как-то делать. По системе Робин Гуда брать с богатых. Президент Джо Байден планирует самое значительное с 1993 года повышение налогов, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. Такая мера необходима для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки в 1,9 триллиона. Речь идет о том, что предполагалось еще в президентской программе Байдена на выборах в 2020 году, говорят, 4 собеседника Блумберг. По их данным, глава государства частично отменит закон предыдущего президента Дональда Трампа от 2017 года, который дал преференции корпорациям и состоятельным гражданам. Этой и другими поправками он стремится сделать налоговый кодекс более прогрессивным. Пояснили источника. Ну, источники, значит, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше налогов ты должен платить. Россия пока к прогрессивной шкале только присматривается. И у нас, напомню, с этого года действует прогрессивная шкала для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей. Ну, а вообще в цивилизованных странах такая система существует практически повсеместно. Давайте смотреть, что на рынках. Индекс РТС в минусе на 0,1%. Индекс МОС биржи теряет 0,49%. В очень слабом плюсе золото плюс 0,1% 1733 доллара за тройскую унцию. Нефть в просадке бренд минус 1,92% 67 долларов 55 центов за баррель. Юрлс минус 1,77% 65 долларов 61 цент за бочку. Биткоин в течение дня теряет 1,74%. Сейчас монета стоит 55 524 доллара. Американский индекс S&P 500 на старте в слабом плюсе на 0,18%. Промышленный индекс Dow Jones в коррекции на 0,35%. Ну, преимущественно сегодня рынки падают. По индексу Московской биржи лучшая бумага дня это Тинькофф плюс 5,1%. На втором месте Яндекс плюс 1,8%. В тройке Интеррау плюс 1,2%. В лидерах сегодня ПИК и Озон у них по 0,9%. Аутсайдеры торговой сессии это Лукоил минус 1,6%. Русал минус 2,1%. Татнефти, Преф и Обычка. И вот он Норникель более 6%. Ну, а вот так выглядят лидеры всего торгового, точнее всего российского рынка. Это Белуга плюс 31%, на втором месте Абрау и Дюрсо плюс 7,75%. И в тройке Красный Октябрь плюс 6,11%. Также в лидерах Красный Октябрь Преф и Русская Аквакультура, Микрон, Тинькофф, ТНС Энерго Ярославль, НКХП и ТНС Энерго. Ну что, вновь у нас Белуга. Ну, куда нам, никуда нам от нее не деться. Давайте в ней опять поковыряемся. Хотя периодически эта бумага нам попадается. Поговаривали, что ее пампят, что рост этот искусственный. И компания ничего интересного из себя не представляет. Но обратите внимание, за год плюс 197, за три года плюс 422%. Однако за месяц минус 25. Это следствие того, что бумага бешено, волатильна. И на ней можно очень много потерять, так же, как и заработать. 3153 рубля, вот 3202 рубля сейчас стоит эта акция. Тикер BELU и сегодня плюс 741 рубль. Явно перегрета бумага. Цена к прибыли 21,65. Дивиденды около 4%. Сейчас посмотрим в приложении брокера. Теханализ краткосрочно за активную покупку. Тем не менее, теханализ на месяц активно покупать. Скользящие средние 12 к 0, технические 5 к 2. Вот график бумаги за неделю. Плюс 55%. За месяц минус 2,5. Полгода плюс 153. И вот удивительный годовой график. Чудеса начались в феврале месяце, когда с 1800. Бумага выросла до 4000. Смотрите, до 6 даже. Вот был момент 18 февраля. Пик роста 6200. Но прошло всего лишь несколько дней. И вуаля. Привет 2000. Ну, сегодня опять новый подъем. Но, я так думаю, это все тоже очень ненадолго. Общий график по компании. Плюс 408%. Здесь данные за 3 года. Бумага разгонялась с 700 рублей. Ну, как видим, выросла практически в 5 раз. Это алкогольная компания, которая производит, поставляет водку, виски, джин, коньяк, бренди, ром, текилу, вино и прочие спиртные напитки. Показатели бумаги. Ну, ПЕ высокие. Стоимость 38 миллиардов. Цифры в целом хорошие. Положительная рентабельность. Долг 124%. Платят дивиденды. Ну, выручка с прибылью, в принципе, красиво. Хорошая лесенка. Что касается дивидендов. В 2021 году уже их анонсировали. 90 рублей на акцию. 4 мая будет отсечка. И заплатят 3,66%. Странная бумага. Мне немножко, она кажется, рисковой. Немножко опасной. Но, если вы любители пощекотать нервы, можно, конечно, попытаться поймать вот эти плюсы. 30 день. Но, главное, не угодить на такой же минус. Ну, и разумеется, для долгосрочного инвестора такой ПЕ, конечно, это слишком много. Поэтому покупать бумагу в долгосрок я бы сейчас не рекомендовал. Ну, потому что слишком долго эта инвестиция будет окупаться. Давайте посмотрим, что у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия. Здесь 607 640 рублей. Сегодня минус 0,51. Ну, у меня есть норникель. Он меня сегодня подводит. Так, давайте посмотрим финансовый результат. За 7 дней плюс 1,4. Пока мы держимся в плюсе. Плюс 8400 за неделю. За месяц минус процент минус 6,5. За год плюс... Так, грузимся. За год плюс 43 процента плюс 224 тысячи рублей. По моему портфелю лучшая бумага дня. Это Яндекс плюс 1,56. На втором месте FXIT. ETF на американские акции технологичного сектора плюс 1,28. И в кои-то веки подрастает полюс на 0,94. Также в плюсе Китай. В плюсе FXUS американские акции. И FXWO. Ну, вот сегодня хоть немножко ETF-ки отыгрывают. Но зато весь российский... Цвет российских акций весь в минусе. И продолжает укрепляться рубль. Смотрите, какая картина. Евро уже 86,83. Доллар 72,76. Вот такая ситуация. Кстати, завтра будет заседать Центробанк. И посмотрим, чем заседание кончится. Варианта 2. Они ставку снижать не будут точно. Набиульна об этом говорила. То есть будет либо повышение ключевой ставки. Либо они ее оставят на том же уровне. Ну и вот все сегодня. Красное у меня по российским бумагам. Лидеры падения. Это Росагра минус 1,91. Русал минус 2 процента. Ну и разумеется, Норникель минус 6. Давайте посмотрим, что в Америке. Начинаем с ИС в брокере Тинькофф. Здесь 176 тысяч. И сегодня приятный плюс. Плюс 1,35. Плюс 2,300. Преимущественно все акции сегодня растут. Вот что-то с Элилили неладное творится второй день. Тоже минус. Но вчера так вообще был ужас какой-то там 7 или 8 процентов. По-моему, просадка по бумаге. Вот сегодня Intel в хорошем плюсе. В хорошем плюсе Microsoft, PayPal. Все, в общем-то, здорово. По этому портфелю плюс 28 процентов доходности. Плюс 39 тысяч рублей. Ну и фондовый портфель. Смотрите, тоже газует. Плюс 1,45. Плюс 2,600. Здесь 187 тысяч. И хорошо сегодня прибавляют фонды. Все в плюсе. ВТБ акций развивающихся стран. Плюс 1,7. Кинькофф на СДАК. Плюс 3,5. Круто. Даже кинькоффский фонд на золото. Растет. В общем, Россия сегодня огорчает. Но в такие дни часто радует Америка. Это и происходит. По биткоину приложение Binance немножко подтупливает. Статистику не могу вам показать. Ну, Penel за 30 дней у меня трехзначный. Ну, а вообще, с учетом, что биткоин за последние 3 дня писали, обвалился, по-моему, на 14 процентов. Ну, разумеется, в последнее время здесь минус. Но, опять же, в биткоине у меня очень мало денег. Пока жду подходящего момента для входа. И никак его не дождусь. Биткоин не хочет опускаться даже ниже 50 тысяч. Ну, вот такой неоднозначный денек сегодня получился. Я, в общем-то, в плюсе по совокупности. Но, в целом, российские рынки сегодня отторговались весьма скверно. Главный аутсайдер, разумеется. Норникель. Ну, вот не знаю. Вот как будто сглазил кто-то эту бумагу. Ну, все хорошо у компаний. И продукция классная, востребованная, экспортная. И технологии, говорят, у них весьма хорошо развиты. То есть, у них в целом производство-то оборудовано довольно современно. Это не старые какие-то совковые заводы с тысячелетними станками. Нет. Там, ну, как пишут, опять же, там все довольно неплохо. Там комбинат довольно, ну, такой модернизированный. Ну, вот что-то постоянно случается. Возможно, в целом, это довольно рисковая деятельность. Вот добыча этих ископаемых. И, возможно, происходящее является нормальным. Просто мы в последнее время пристально следим за норильским никелем. И это все становится слишком явным. Знаете, как вот часто бывает. Начинаешь наблюдать за какой-то определенной машиной в городе. И видишь, что их просто очень много. А если до этого ты этого не делал, то, ну, и не замечал. Возможно, что-то подобное и здесь. Ну, надеюсь, норникель в любом случае оживет. Такое происходило уже неоднократно. Это такая акция Феникс. Что бы с ней ни случалось, она очень быстро восстанавливается. То есть, как хвост у ящерицы у нее тут же отрастает. Надеюсь, что завтра по норникелю будет плюс 2, плюс 3 процента. И все будет хорошо. Ну, а вообще, в целом, я ожидаю, что на этой неделе все будет позитивно. Хочется надеяться, что рынки вошли в некую такую стабильную фазу бычьего роста. Так что на завтрашний день у меня, с вашего позволения, будет позитивный прогноз. Ну, а как оно будет по факту, узнаем завтра. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего вечера. До завтра. Пока-пока.